Десять утра в столице. О главных событиях к данному часу рассказывают корреспонденты 24 Киезет, студия Патагаса Аркулова. Здравствуйте. 11 сел в Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема воды в реке Жаек. В регионе вторые сутки находится министр ПОЧС. Он посещает населенные пункты и инспектирует состояние защитных дам. Глава ведомства побывал в селах Бурлин, Январцево, Рубежинское, Озерное, Баладарское, Байконос и Жаек. В целом, с начала поводкового периода на территории области возвели больше 100 километров земляных дам. В североказахстанской области вода первой волны паводка уходит. Всего в регионе было потоплено 3,5 тысячи домов. В 13 пунктов временного размещения эвакуированы свыше 14 тысяч человек. Около 800 жителей уже вернулись домой. Тем не менее, обстановка в регионе остается сложной. Сообщают в ДЧС. Перелив через плотину Сергеевского водохранилища составил 3 метра 54 сантиметра. На 22 сантиметра повысился уровень воды в реке Есиль на гидропосту села Покровка. Продолжается откачка воды, очищаются хорыки и каналы. На территории области возвели больше 8 тысяч километров защитных дам. Привлекли к противопаводковым работам в регионе свыше 4 тысяч человек и 900 единиц техники. Работают спасатели местного ДЧС. Прибыли отряды из Астаны, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской и других областей. В Петропавловске в районах круглосуточно работают оперативные штабы. Идет 21 день нашей командировки. Сейчас мы в Козыжавском районе. До этого мы работали в Алихановском, Шалакинском районе, в микрорайоне Подгора. Эвакуировали жители, вели поисковые спасательные работы, работали круглосуточно. Бывало, что люди не хотели покидать свои дома. Теперь к другим темам. В осушенной части Аральского моря обнаружили источник пресной воды. Специалисты считают, она пригодна для полива местных саксаульников. В районе находки сейчас запустили проект «Оазис». На площади 500 гектаров высажены кустарники черного саксаула. В целом, работы по озеленению высохшего дна Аральского моря в Козылардинской области начались в 90-х годах. Что сделано за это время, узнала моя коллега Райхан Тажибаева. Рецепт спасения земель от засоления и опустынивания подсказала сама природа. Он в солепоглощающих растениях, таких как саксаул. Первые саженцы на иссушенном дне Аральского моря высадили в начале 90-х. Сейчас это уже трехметровые деревья, вокруг которых снова появилась жизнь. Подножие саксаула для обитателей пустыни – это корм и защита от солнца. Раньше эту часть высохшего Арала местные жители называли мёртвой. Теперь здесь обитают птицы и звери. Территорию облюбовали кулан из заповедника Барсакельмес. Появились сайгаки и зайцы. Пустыня оживает. Чёрный саксаул – Карабарак, Сарсазан. До 2021 года их высадили на территории в 192 тысяч гектаров. Естественный прирост расширил её до 337 тысяч гектаров. А к 2025 году по поручению президента страны планируется озеленить свыше миллиона гектаров высохшего морского дна. Посадка саксаула ведётся в два этапа. Весь посадочный материал готовят местные лесопитомники. С трёх гектаров мы ежегодно получаем до миллиона саженцев саксаула. Специалисты тщательно следят за их качеством. Посадочный материал должен достичь 25-30 сантиметров. Проверяем на отсутствие болезней и вредителей. Соответствие стандартам обеспечит приживаемость саксаула и дальнейший рост. Постановить экосистему поможет и источник пресной воды. Учёные обнаружили его на 500-метровой глубине высохшего морского дна. Скважину пробурили иностранные инвесторы. Они же стали инициаторами проекта ОАЗИС. Из территории фонда спасения Орала под проект выделили 500 гектаров земли на участке. Создан лесопитомник и демонстрационный участок для тестирования высаженного чёрного саксаула. Лесопосадочные работы позволят не только спасти земли от засоления и опустынивания, но и повлиять на оздоровление местной экологии. К слову, в середине прошлого века Орал занимал четвёртое место в мире по своему объёму. В результате экологической катастрофы море утратило 60% водной глади. На месте высохшего дна образовалась пустыня. На казахстанской части она достигла размера в 2 миллиона 800 тысяч гектаров. Сегодня пустыня потихоньку оживает и дарит людям надежду, что через несколько лет превратится в настоящий зелёный лес. Райхан Тажибаева, Нуржаму Зарабшин, Айтмухамед Байдулдаев, Казлардинская область, 24КЗ. Генплан семьи, как центр области Абай, планируют утвердить с конца этого года. Однако начавшаяся в городе массовая застройка вызвала неоднозначную реакцию общественников. После образования области новые здания в городе стали появляться повсеместно. Точечное возведение торговых домов, гостиниц и кафе нарушает нормы земельного кодекса, считают эксперты. Подробности знает Асим Утешева. Очередная стройка в центре города стала привычным делом для горожан. Однако правомерность этих действий часто оспаривают общественники. Вот и на этот раз башенный кран, установленный на тротуаре Тесной улицы, вызвал негодование. Даже не специалист скажет, что это опасно для жизни. Между тем, это строится и строится. Это тротуар, это земля общего пользования. Почему это допускается? Мы всегда хвалимся, что мы родина Шакарима, Абая, Ауэзова. Ну, вы посмотрите, Шакарима, улица должна была быть 120 метров шириной. Ее зажали строениями. Вы посмотрите, парк Ауэза у нас был. Сейчас там жилье, там торговля автозапчастями, все. А это здание местные жители прозвали отрыжкой архитектора. С момента его строительства новый объект, как и многие другие, не впечатлил горожан. Здесь вообще-то зачем оно нужно? Здесь вообще пройти невозможно. Сейчас вот дорогу здесь они загромозят, здесь не проехать ничего. Нет, вообще-то надо строить с умом, конечно. Когда человек, естественно, среди вот таких домов строит то, что ему нужно, ну, как это называется, и, конечно, архитектурный облик никакой у нас. Всего за полтора года специалистами ГАСК направлено в суд более 300 материалов. Причины указаны такие. Самовольное строительство, отклонение от проектно-сметной документации, эксплуатация без акта приемки и другие нарушения. Общая сумма штрафов превысила 57 миллионов тенге. Касательно незаконных строительств у нас материалов не так уж много. То есть, если человек построил на государственной земле или захватил землю, это незаконные строительства. Это статья 319. Было составлено около 10 материалов. В рамках судебного разбирательства решением суда, то есть, оставляется со сносом, либо без такого, с привлечением к адам ответственности. Согласно новому генплану, в городе появятся новые жилые и социальные объекты, среди которых ТЭЦ-3. Она обеспечит коридоры для строительства новых объектов. Пока генеральный план готов на 80%. Утвердить его намерены к концу года. А сему Тешевым идет Мирханов, 24КЗ, Семей. В завершении выпуска о спорте Казахстан завоевал еще одну лицензию на участие в Олимпийских играх. Ее принес Владислав Яковлев. Спортсмен выиграл золото в одиночном соревновании на 2000 метров в академической гребле, которое прошло в южнокорейском городе Чунджу. Этот результат и позволил ему квалифицироваться на Олимпиаду, рассказали в пресс-службе Министерства туризма и спорта Казахстана. Таким образом, в копилке у нас теперь 43 олимпийские лицензии. К этому часу у нас все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова